Пройти по улице, сесть в нужный автобус, купить лекарства в аптеке – то, что для большинства из нас является обыденностью, для человека с инвалидностью по зрению – сложное испытание, которое требует особых усилий и концентрации. У меня была такая ситуация, когда я полтора часа на остановке стояла зимой и не могла сесть в свой транспорт, потому что просто не успевала. Хотя транспорт ходит раз в 15 минут. Я знаю, что ведется разработка приложения, которое могло бы реагировать на необходимый номер автобуса. То есть, когда незрячий человек приходит на остановку, он вбивает эту остановку в телефон и обозначает, какой транспорт ему нужен. И когда этот транспорт подъезжает к остановке, у человека вибрирует телефон. Для того, чтобы люди с инвалидностью по зрению чувствовали себя максимально комфортно, могли самостоятельно решить самые простые ежедневно возникающие вопросы, справлялись с различными задачами при помощи специализированных приложений, в нашей стране уже несколько лет существует республиканский конкурс «Новый статус». Основная цель этого мероприятия, этого конкурса – это мотивация людей с инвалидностью по зрению к саморазвитию, к самореализации, к повышению уровня своей реабилитированности, к повышению своего личностного и социального статуса. Конкурс включает два этапа. Первый этап – это пространственное ориентирование. Люди получили задание. Задание пришло всем на смартфоны. И они должны правильно сориентироваться в окружающей обстановке. Второй этап конкурса республиканского «Новый статус» – он больше связан с владениями наших незрячими людьми различными технологиями, специальными либо адаптивными технологиями. То есть это использование различных гаджетов, в первую очередь это мобильные телефоны и программное обеспечение. Либо это специальное программное обеспечение, которое создано для незрячих и слабовидящих, либо это уже более-менее адаптивное, которое позволяет нашим людям работать и по распознаванию денежных купюр, по распознаванию текстов, перевод текста, по работе с информацией. В конкурсе приняли участие 24 представителя всех регионов страны. Каждый из них уже победитель областного этапа. Все участники изначально были распределены на три категории. С полностью утраченным зрением, с небольшим остатком зрения первой группы инвалидности и с остатком зрения второй группы инвалидности. От этого зависела и сложность конкурсного испытания. Я из города Барановичи. Участвую в этом конкурсе уже второй раз. Это уже республиканский этап. Я участвовал до этого в областном. Мне нравятся эти мероприятия. Это как минимум способ пообщаться с людьми. Новые впечатления какие-то, проверить себя, ориентировка на местности. Город Брест, знаю, не очень хорошо. Но, видите, я могу проверить себя, скажем так, разные навигационные системы. Ну и достаточно любопытное мероприятие. Организатор конкурса общественное объединение Белтис ставила перед собой цель выявить плюсы и минусы в работе по реабилитации людей с инвалидностью по зрению. А также обозначить возможные шаги по улучшению качества этой работы. Призеры же и победители конкурса в каждой из трех категорий, кроме мотивации к саморазвитию, общения, новых эмоций, впечатлений, получат дипломы и денежные премии. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.